Hola! Второй язык по популярности, по любви, не только моей личной, но мне кажется, очень многих в России, не только, это испанский. Он такой красивый для нашего уха, и он очень-очень простой. Не пугайтесь, ну как простой? Для тех языков, в которых нет окончаний, флексии, глаголовы, им кажется сложным. Но для русского языка, который по типу санскрита, очень-очень много окончаний, каждое лицо имеет своё окончание, каждое время своё окончание, испанский ложится на ура. Но с чего начать? И вообще, моё любимое, если у вас всего одна полка, что вы туда поставите? Или если вас закинут на непитаемый остров и скажут, вам надо выучить испанский, что вы с собой возьмёте? Вот, сейчас я вам расскажу, что вы с собой возьмёте, что я с собой взяла в своё время, когда у меня было очень-очень мало времени, но огромное желание учить испанский. Смотрите, первая классика, и дай бог здоровья, дошлевая Ирина. Это наша автор московская, возможно, когда-нибудь пожму её руку лично встречу. Вот это вот 2 и 3 грамматика, которой можно чуть больше писать. Вот эти два учебничка довели меня до Б2 всего за три месяца, ну как регулярных занятий. Первая книжечка проходится очень быстро, это заниматься каждый день и прописывать, а не просматривать. Вторая, это уже все времена, тут тоже можно условно разделить, это примерно Б1-Б2. И в Австрии, первый приезд в Австрии, когда у меня было свободное время, ещё в 12-11 году, я взяла с собой испанский, его не доделала к тому моменту, когда работала на кораблях, времени совсем не было. Но даже тогда, в 2 часа ночи, возвращаясь в каюту после трудового дня, я ещё проходила испанский за 30 дней. Вот у меня бизнес испанский, точно такая же книжечка испанский за 30 дней, она более компактна, тоже с диалогами, но с записанными диалогами. Вот эта вот книжечка, как диалоги используем, и, конечно же, дошлевую. Я её от корки до корки просто проработала, прописала. Мне этого хватило, чтобы потом, вернувшись, когда я уже приехала в Питер, года через два, я сходу просто сдала Б2 испанский в Адаланте. Это не реклама, просто у нас там принимают в Институт Сервантес, он по всему миру есть, и эти дэля-экзамены принимаются в разных странах, в разных городах. Вот, вообще не открывая никакие дополнительные, просто пошла и сдала. Б2-то не настолько сложно. А вот это, как дополнение дошлевую, здесь просто тоже уни-дадес, оно всё собрано по юни, там много-много-много переводных упражнений. Я её за это обожаю. Вот наши авторы, наша лингвистика, это одно из лучших направлений вообще в мировой, поверьте мне, после Венского универа лингвистики и прочих-прочих курсов, которые там проходила, мне есть чем сравнить. Ведь Камянова в немецком, Дешлевая в испанском, та же самая Бонг в английском, они создали тот подход, который сейчас сильно критикуют, эти все коммуникативные учебники, красивые картинки. Но он единственно верный, если вы учите язык, не выезжая в ту страну, да даже если выезжая, ещё важнее, когда много переводных упражнений с русского на таргет язык. Я не устану повторять, если вы это делаете, особенно если вы самостоятельно занимаетесь, просто письменно прописываете. Когда вы с кем-то занимаетесь, вас человек сразу поправит. Для этого, собственно, нужен репетитор или преподаватель, только с одной целью, чтобы вас кто-то сразу поправлял. Если такого нет, как было в моём глубоком, тяжёлом детстве, в 90-х, в районе 150 километров не было, не то что книг, преподавателей, вообще ничего не было, интернета тоже тогда не было, лет самых маленьких, кто не понимает. Я просто письменно прописывала все упражнения. Вот берёшь и переводишь в голове. Когда пишешь, у тебя больше времени сконцентрироваться, и ты правильно выстраиваешь мысль. Потом приходит говорение, потому что говорение — это очень убыстрённый перевод, по сути, доведённый навык до автоматизма. Вот и всё. Но начинается это всё с письменных переводов. Это почему я всегда рекомендую. Берите отечественные учебники, дополнения к коммуникативам. Красивые картинки коммуникатива — это просто для социокультурного какого-то аспекта, когда вам надо посмотреть, опять же, сейчас не потянусь, там у меня вся полка заставлена, «Призма» и прочие аксионы, и прочие-прочие для изучающих испанский, родные из Испании учебники. Очень много картинок, очень мало толку. Я их называю журналы «Космополитен». Поэтому настоятельно рекомендую. Они стоят у нас от 300-600 рублей в среднем диапазоне, в зависимости от того города, где вы живёте. Даже можете в моей группе ВКонтакте «Глокая Козра» зайти туда для ознакомления, скачать, посмотреть. Но, пожалуйста, купите. Даже не потому, что дошлевая того стоит, и как человек, как автор, и как учебник, такая, ей созданный. Если вы, конечно, совсем в глубокой, я не знаю, тайге Сибири, в глубокой деревне, как я жила, тогда, ну вот, скачивайте, распечатывайте, и съездите распечатать, и прописывайте. Я вас сильно прошу. По нему у меня тоже огромные планы его озвучить. Вау! Только кто мне будет на хлебушек зарабатывать? Ну, неважно, и платить за квартиру, но я всё-таки это сделаю. Это моя миссия, это теперь цель моей жизни. Она была, а теперь я, наконец-то, начала это делать. Чему несказанно рада, наплевав на всё, и вернуться, наконец-то, вернулась к своей миссии. Дать другим то, чем в своё время мне не смогли дать, и то, что я взяла сама. Так вот, продолжая. Да, отклонение у нас было грустное. Итак, слангеншайта, я уже упоминала. Испанский за 30 дней, потому что есть аудио. Бизнес испанский за 30 дней, к нему тоже есть аудио, если вам надо немножко. Язык такой коммерсиаль, да, вот что-то связано с деятельностью, бизнес-торговой деятельностью, деловой. База дышлевая. И второй гениальный учебник наших русских авторов, это Георгий Нуждин из Ассоциаторской, с двумя испанскими авторами. Это «Espaniel en vivo» и его продолжение «Espaniel en vivo». Вторая часть более сложная, вот так вот, чтобы вам было видно, да, всё с ключами. И здесь его надо комбинировать с дышлевой, например, почему. Здесь первый раздел, фонетика, если он у нас потом, а вот здесь вот вся-вся-вся фонетика испанского в нулевом уроке подробно разобрана с аудио. Опять же, для тех, кто учится самостоятельно, а где нету рядом преподавателя. А даже если есть, не надейтесь на преподавателя. Во-первых, очень многие не совсем качественные преподаватели, скажем так, такому могут научить, что вы будете «development» до конца жизни говорить вместо «development». Да, it's okay. Поэтому сами фонетику слушаем, аутентичные записи, которые уже вложены в учебник, с диском идут. Второй, шикарный, это для продолжающих C1-C2, второй курс, здесь такие вот нюансы, стилистические, идиомы, фразологические, аспекты жизни в Испании. Ну, это реально-реально. Шикарный учебник, у нас везде на полках продаётся, в интернете продаётся. Для ознакомления группа «Глока и Куздра», моя библиотека имени Ленина, практически всё, что касается языков, я собрала там более чем по 30 языкам, самое лучшее, что есть, туда заходите, ищите. К нему же, для тех, кому надо быстро в Испанию, испанский для начинающих, «El viaja de Elena», «Путешествие Елены», про девочку, которая поехала туда, ей надо быстро все-все-все разговорные моменты, которые могут быть в метро, покупки, походы, билеты, доктор. Набор уже выдержанная чётко лексика, за то, что я люблю, за что я люблю наших ещё раз лингвистов, всегда есть набор слов, которые надо в конце знать, да, вот всегда у вас вот чётко. Ваш мозг должен видеть юнит, вот этот кусочек информации, квант информации, который он должен запомнить в конце. В зарубежных учебниках этого нет, там размыто, вот так вот по древу они растекаются, так сказать, и вытащить там крупицу информации, которую надо именно мозгу запомнить. Для неопытных или просто для простых людей, которые не умеют самообучаться, весьма-весьма сложно. Итак, получается, что мы уже сказали. «Дышлевая», «Лангеншайт», «Нуждин» с маленьким этим дополнением, с диалогами, там аудио тоже есть весь, «Нуждин» он весь озвучен. Из иностранных авторов, которые, ну, наверное, must have на вашей полке, грамматику испанского ещё раз подытожить, хотя после «Дышлевую» это, может быть, уже не понадобится, это классика а-ля Мёрфи, вот, я их обожаю. Они просто такие красивые, разноцветные, стоят у меня на полке. Самое смешное, я сдала «Ц2» испанский, когда я бы два «Ц1», «Ц2» вообще не сильно сюда заглядывая, но вы на меня не равняетесь, потому что я от корки до корки прошла всю «Дышлевую» и «Espaniel Envio». Здесь для повторения, очень классно для повторения, и очень классно для студентам вот давать по юнитам. «Gramatica de USA del Espanol», «Teoria y Practica», «Consolutionario» — это правильно, с ответами, да? Озвучки нету, поэтому это мой план глобальный, озвучить его вам, чтобы вот, в принципе, тот же, да, вот, чтобы вы понимали, как это читается, да, «Алиха, да, иха, маскулина, феминина», с чего начинается первый урок, он, она, окончание. И тут вы отрабатываете. Здесь у вас написано правило с примерами, здесь вы отрабатываете, то есть а-ля Мёрфи. А-ля Мёрфи, и тоже в трёх частях. А1, А2, синий — это B1, B2 уровень, и зелёненький — это у вас C1, C2. Есть ещё вариант красный Луис Арагонес, испанский, вот эта грамматика, когда А1, A2, B1, B2 в одном учебнике собраны. Все эти учебники, и он, и эти три раздельно, тоже в группе «Блока и Куздра» можете найти, скачать для ознакомления, распечатать, по ним заниматься, но лучше купить, хотя, конечно, мягко говоря, недороговато, они же всё-таки оттуда везутся. И сейчас с курсом евро, там, тысячи полторы-две у вас будет один стоить. Вот. Ну, опять же, ребята, не надо грешить на то, что «Ай, у меня нет учебника», «Ай, я далеко живу». Вот эта вот книжечка в своё время стоила 17 гривен. Чтобы вы понимали, это 30 рублей, когда мне было 17 или 18 лет. Она не намного дороже сейчас. Она что-то около 300, где-то 600. Вот, от 300 до 60 я уже говорила об этом. Благодаря одному вот этому, вот, две-два-два тома, я, как я уже опять же только что говорила, я сдала B2. То есть, цена моего B2, который люди учат два года на курсах, платя по 7-10 иногда тысяч в месяц на курсах, вот цена моего B2 была 300 рублей. 600 на курсах, максимум. Вот как-то так. А на разницу берём билет в Аранхэс. Это моя мечта, поехать в Аранхэс. Это дворец типа нашего Петергофа под Мадридом. То есть, за ту разницу, которую вы два года учите, вы прикиньте, сколько там, пару тысяч евро, да, минимум вы тратите за это, покупаете за 300 рублей книжечку, проходите на 2000 евро, гулять на Майорку. Я была на Майорке, мне уже неинтересно. Я была почти везде, когда плавала ещё на кораблях. Почти всю Испанию мы обошли, острова, Канары, Балиары и прочее, и прочее. Ну вот до Аранхэса не доехали по той простой причине, что Мадрид в центре материка, и там нету порта. И последний нюанс. Возможно, стоит его взять, его обожают все. Эль-кронометро. Эль-кронометро — это от издательства «Динумен» подготовительная штука для экзаменов Дэлла. Сказать, что он сильно обязателен, вот они у меня с Б1 собраны, но больше для учеников. Я без них, опять же, сдала. Они помогают вам к формату экзамена привыкать. Но так как этих экзаменов я уже сдавала и английский, поскольку у меня там сертификаты стоят и английский, и несколько раз. Потом немецкий сдавала, испанский три раза, разные уровни, Б1, Б21. То как бы я просто примерно знаю формат, ничего нового, но всё равно надо чуть-чуть подготовиться под каждый экзамен, потому что вы можете просто, чтобы не терять времени на экзамен, читая там второе задание, что надо сделать. «La instrucciones del examen» вам будут давать, чтобы просто успевали делать, собственно, свою работу, писать, отвечать, ставить ваши крестики, а не сидеть и тупить. «Богусподи, это что это? Что от меня хотят?» Короче, надо готовиться. Но книга вам не поможет, если вот просто всё, я куплю электронометра за 22500, сколько он стоит сейчас, или выкачаю, сами знаете где. И теперь я сдам. Нет, ребята, если вы не пройдёте дешлевую за 300 рублей, за 3000 электронометра вам не сильно поможет вообще. Опять же, повторюсь, я Б2, я его купила, но я его первый раз открыла, уже в день экзамена, так мне трудно открыла, думала, что надо, и закрыла. И Б2 отлично сдала с хорошим результатом. С1 я чуть-чуть открывала в разделе «Идиомы». Вот точно помню, в разделе «Идиомы» там много-много испанских вот этих вот фразологизмов оттуда я брала. И чуть-чуть я открывала С2, С2 электронометра. Я их больше использую как учебники. Просто вот классная книга, которую надо пройти от корки до корки. И да, тут уже аудисилность, тут тоже всё есть, музыкальное сопровождение. Вот как-то так. Так что вот в испанском 4 иностранных, 3 плюс 3, плюс 2 лангеншайт. Вот это вот бы я пожелала, чтобы у вас было на полке, на вашей книжной полке. Больше ничего не надо. Пожалуйста, не тратьтесь на всякую фигню, потому что я иногда такое вижу у людей, у студентов. Но это не учебник, это просто вам никуда было делать деньги. Берите проверенное временем, и самое главное, работайте по ним. Если вы их купили и поставили, они у вас красиво стоят вот там вот по цветам, даже не по уровням, а по цветам, лишь бы было. Нет, так в экзамен не сдадите. Вот. Следующий, наверное, будет у нас по-немецкому. Обязательно. Сейчас я всё-таки, пока я тут в ударе, я сейчас вам ещё расскажу, а что нужно для немецкого, что, какие классные вещи для немецкого. Они не все у меня в этом, в электронном виде, некоторые на полке. Прямо сейчас и сделаем. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, в голубую кусту добавляйтесь, потому что я, наконец-то, ревайв, я собираюсь её оживить, добавлять больше информации, вернуться к песенкам обязательно, к видеоурокам. Я не знаю, где взять, сколько часов в сутках. Надо переехать на Марс. Там, вроде говоря, 36 часов в сутках. Ну, в общем, как-то так. Будем стараться. Всё, пока-пока.